С вами я, Алела Никольская, и это астрологический прогноз на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года. На этой неделе у нас сразу три важнейших астрономических и астрологических события, и два из них прямо в понедельник. Сначала Марс в районе часа дня по Москве меняет свой знак Зодиака, и переходит знак Стрелец, и нам захочется двинуться с места в карьер. Нам очень нужно будет воплощать свои идеи, замыслы, развиваться в бизнесе, на работе, везде, где только возможно. Ведь Стрелец – знак экспансии, знак максимального расширения, поэтому нам и нужно будет расширяться везде. Кроме этого, вечером у нас Меркурий, планета, отвечающая за наши мысли, за нашу нервную систему, за информацию, за умение общаться с другими людьми, а также за все, что связано с бумажками, подписаниями этих бумажек, перейдет у нас в знак Козерог. И пробудет там до начала 2022 года. И это прекрасное время для наведения порядка в своих делах. Если вы занимаетесь какой-то научной деятельностью или общением с людьми, которые старше вас по возрасту, или люди, которые вас окружают в основном постарше вас, вот сейчас это ваше время, потому что Козерог – это знак возраста. Сейчас вы можете обратиться к ним за помощью, либо наоборот показать, насколько вы хороши, они вас точно заметят. И обязательно приведите в порядок все свои дела, во-первых, конец года, и нужно просто необходимо подводить итоги для многих своих дел, а во-вторых, это великолепная возможность, когда вы видите все нюансы и можете подкорректировать все, что в этом нуждается. Как будто бы отшлифовать разные ситуации. Еще один из аспектов, который для нас тоже очень важен – это планета Нептун. Нептун отвечает за все, что связано со сном, с инфекционными болезнями, а также со всем, что связано с фармакологией, психологией и любым общением с людьми и духовностью, а также творчеством и музыкой. Так вот, мои хорошие, сейчас, чтобы всякие инфекции нас не доставали, хорошо было бы свой фокус внимания перевести на творчество. Таким образом, вы вместо того, чтобы лечить своим насморком или какие-нибудь более неприятные болезни, вы наоборот будете творить и заниматься чем-то приятным. И обязательно обратите внимание на звуки, на музыку. Накачайте себе той музыки, которая вам нравится, и слушайте ее в зависимости от своего состояния и настроения. Надо взбодриться, значит, ставите более активную какую-то музыкальную композицию, хочется расслабиться, ставите какую-то классику, релакс, какую-то музыку, которая вас уведет в какие-то мечты и грезы, и все будет хорошо. То есть, вы эти негативные аспекты таким образом можете снизить. Кроме этого, у нас с вами в конце недели, это третье важнейшее астрономическое и астрологическое событие, у нас с вами будет полнолуние. Луна у нас будет находиться в знаке близнецов, а Солнце у нас, заключительная полнолуние в этом году, у нас будет находиться в знаке Стрельца. Вот эта полнолуние будет в этом году довольно напряженно. И даст нам такую картину развития событий, что мы просто только будем успевать следить за информацией, за той информационными поводами, которые будут сейчас происходить. И я уверена, что во всем мире всех будет сильно трясти, как на общеполитической, так и на общеэкономической сцене. Поэтому берегите, пожалуйста, свои финансы, будьте аккуратны со своими деньгами. К тому же Венера сейчас на этой неделе статичная, поэтому ни в коем случае не рискуйте финансово, не берите никаких кредитов, не подписывайте никакие бумаги и не покупайте те предметы, которые для вас, возможно, ну, не очень сейчас по карману. Потому что то, что вы купите, может вас сильно разочаровать. Поэтому берегите себя. Эта неделя непростая, но я уверена, что вы справитесь. К тому же у нас скоро Новый год и немножечко новогоднее настроение должно уже потихонечку к нам приходить. А в прогнозе на следующую неделю я вам обязательно расскажу, какие необходимо подарки запасать к Новому году и вообще, что нас ждет на следующей неделе. А на этой неделе будьте чуть более аккуратны. И отличной вам новой недели, мои дорогие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова